Удары по Сирии, почему Россия не контратакует? Эммануэль Гринспан Леурналду Диманча, Франция 16 апреля 2018 года Москва пассивно взирала на падающие в Сирии западные ракеты, хотя и обещала ответить на любую западную агрессию в отношении его союзника Башара Асада. У специалистов нет единого мнения о том, с чем связана подобная сдержанность. В Москве посчитали, что атака не была достойной российской реакции и, тем более, ответных мер, считает эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. Была достигнута договоренность с США, по которой российские силы не должны оказаться под прицелом, и не должно быть последовательной череды атак для уничтожения сирийского режима и его армии. Таким образом, Путин довольствовался очень жестким заявлением. Однако дальше этого дела не пойдет. Имеющиеся у России средства в любом случае не позволяли сбить залпы западных ракет, считает Владимир Фролов. Российские С-400 не могут поражать летящие на низких высотах цели. Но один пожелавший сохранить анонимность военный эксперт не согласен с такой точкой зрения. С-400 были разработаны для поражения всех типов воздушных целей, от 1 метра до 400 километров. Русские, без сомнения, просто не задействовали их, поскольку их объекты были вне угрозы. Кроме того, меня бы не удивило, если бы Радар и С-400 использовались для наведения сирийских систем ПВО. В Министерстве обороны России сообщают, что сирийской армии удалось сбить 71 из 103 западных ракет. Вашингтон, Лондон и Париж опровергают эти сведения. Путин отрицает применение химического оружия. В любом случае, реакция Путина свидетельствует о вербальной эскалации в противостоянии с Западом. Президент России осудил нарушение международного права и акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом. Он опроверг применение Дамаском химического оружия и обвинил союзников в циничном пренебрежении работы инспекторов организации по запрещению химического оружия. Как бы то ни было, по мнению Владимира Фролова, Путин все же хочет восстановить связи, по крайней мере с Макроном, как и с Трампом. По его словам, в Кремле все еще есть надежда на успешный саммит двух лидеров для исправления положения дел с США. Позиция российских СМИ отличается чрезвычайной враждебностью по отношению к Западу. В субботу сетка вещания телеканалов была изменена ради специальных материалов по Сирии, чья риторика слово в слово повторяла аргументы президента России. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...